Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 апреля. И я вот показываю, начала снимать серию видеороликов о выращивании рассады в тоннелях. Я только что сказала, что вынесла их на закаливание. Пока буду заниматься с землей, они будут закаливаться. Но сейчас я хочу показать вам, как выглядит рассада перед высадкой. А именно, не вот эту вот красивую кашу-малашу, которая ярко-зеленого цвета, все красиво. Я хочу пригласить вас заглянуть внутрь лотка, потому что ведь для некоторых кажется очень странным. Я выращиваю их загущенно. В каждом лотке 300-350 сеянцев. Представьте, вот такой стандартный лоток, и вместо 40 или 50, там 350. Казалось бы, ведь они должны погибнуть. Они должны, по крайней мере, не знаю, вытянуться или что. Но именно поэтому я уже сто раз говорила, что я выбираю эти сорта толстоногие, не склонны к вытягиванию. Что они в любых ситуациях не теряют свои формы и не вытягиваются. Если мы посмотрим вот сюда, вот заглянем к ним туда. Видите, вот они. Конечно, они разные. Какие-то подолще, какие-то потоньше. Но видно, что стволики у всех толстые. Они стоят очень устойчиво. И что самое интересное, у них нет там ни плесени никакой, ни черной ножки. Никаких у них заболеваний не возникает. У них, конечно, немного, видите, светловатый семидольный листок. Намного светлее, чем вот здесь, на поверхности. Но это естественно, потому что там, среди вот эту вот лес густой, туда солнце совсем не поступает. Но семидольки эти нам совсем не нужны. Я сейчас буду, когда их высаживать, я буду их заглублять вот так немножко побольше. Вот сантиметров на пять. Чтобы образовывалась у них дополнительная корневая система. Я не знаю, почему. Связано это со спецификой сорта. Или вообще, просто потому что, ну говорят, что как у семенянек, дитя без глаз. Почему-то, когда мы высаживаем, выращиваем единичные вот такие экземпляры и меньше их, они больше болеют, они больше как то ли изнеживаются. Но вот сколько я выращивала вот таким способом, когда сею по многу и не пикирую. Вот эти посеяны 12 марта, сегодня уже 23 апреля. Посчитайте, сколько они сидят тут. Поскольку у них листьев, сейчас посмотрим, это Настя вот в данном случае. Раз, подождите, раз, два, три, четыре. У кого четыре, у кого пять настоящих листьев. Они еще не распикированы. И еще раз вы удивитесь, что при таком, казалось бы, взрослом уже состоянии, но большой томат, они не болеют при пикировке. То ли потому, что у них вот эта вот конкуренция, жажда жизни. Вот такой у них стимул, вероятно, что сейчас сколько высажу, столько и вырастет. Нет никакого выпадания. Но там, если только сам корень сломаешь или что-то наступишь на нее случайно, все останутся целыми. Вот я вам показала, как они выглядят. Сейчас еще вот так, как гребеночку сделаем. Видите, земля чистая, черная. Ясно, что я не могла туда как-то залезть и что-то подделать. Ну, в смысле, улучшить ее состояние. Нет, туда хрен... Ой, извините, подлезешь. Все вот. Вот так себя чувствуют томаты мои массовые перед высадкой. И даже по одному виду вот этих сеянцев уже можно предположить, что рассада с них вырастет крепкая, зеленая, здоровая, толстоногая. Лист у них, видите, какого красивого цвета. Они, казалось бы, посажены так густо, но они ни в чем не ущемлены, развиваются. Они по нормальному сценарию. Вот Демидов, видите, тоже цвет листа красивый. Вот Настя. Листья отличаются. И общий вид вот просто восхитительный. Я смотрю на них, прям душа радуется. Птички поют, душа радуется. Томаты зеленеют. Все прекрасно. Можно...